Решила сегодня долму делать с таким видом. И смотри, надеюсь, вы его видели или кушали. У нас делают синенький перец, помидор. Вот сегодня вот перец дома много, чтобы перчики не пропали. А фарш было готово у меня. В морозильнике. В тот раз готовили долму, фарш осталось. Думаю, давай, Света. Ну, обычно я так с рисом никогда не в морозильнике не складывала. Но, если честно, мне, значит, так понравилось. Сейчас разморозилось, и уже ничего не надо крутить, вертеть. Сейчас я быстренько еще долму готовлю с перчиками. Вот так беру, просто. Вот так, очень просто. Я думаю, все женщины это знают. Ну, если вы хотите видеть, чем я занята, поэтому показываю. Так особо мне не так уж хочется, стоп, каждую минуту, чтобы я показала. Ну, устаешь. Это же тоже не так легко, девочки. Ну, соглашайте. Каждую минуту ты должен в старте. Потому что к вам зайти я хочу всегда быть красивой, ну, и неуставшей быть. Смотрите, как красиво получилось. Смотрите, одну поставила так, другой поставила так. И так же сейчас закучим туда-сюда. Мясо пожарила. Все детки наедут и кушали. А я со Светкой еще готовлю. Во-первых, я хочу сказать спасибо огромное моих подписчиков. У меня день тысяча-две, люди добавляются. Поэтому всегда у меня дают новые вопросы. То есть для меня это не новые, а для них это новые. Сколько лет? Почему замуж не вышла? Да, много вопросов. Дорогие мои. Когда мой муж умер, у меня дети и дочка было 13 лет. Представляете, чужой мужчина дома с молодой девочкой и пацаной, которые выросли, настоящие армянские мужики. Вот, понимаешь, есть просто дети растут, привыкают в этом, где они растут, атмосфера какая, свободненькая, тудим-судим. А я вырастила такой мужики, бички, которые все по-армянски законно держат. Традиция, законно. Мама, да, мама должна веселиться, мама должна радоваться. Но каждую все в меру, в меру. Я долго думала об этом. Вы думаете, я об этом не думала? Или я ни кривой, ни слепой, чтобы мне никто не просил. Очень и до сих пор просит у меня руки. Даже у моего свекоры пришли просить руки. Я пришла к этому выводу, что лучше оставаться с детьми, чем чужой мужчина. Чужой мужчина никогда родной отцу вместо не играет. Ну, мы такой воспитанный, вот такой. Или моя мама всегда говорит, это твоя судьба. Коркальней, качальней, гишкальней. Что будет вот у нас, да? Вот это значит твоя судьба вышла, и все. Второй раз обратно дорога нету. Поэтому я застрялась. Теперь я отвечаю новых моих любимых подписчиков, которые за мной цель и день. Они хотят даже и ночью со мной. Ну, у меня цель просто ночью с вами сидеть, общаться. Потому что у меня трое детей уже взрослые. Все женаты. Женаты, замуж дала так, как я хотела, допустим. Невестка такие у меня оба сейчас, такие, как я хотела, как все хотят. Зять такой, как я хотела. Семеро внука. Это вы, знаете, просто так говорить легко, три секунды. А со всеми общаться, с аватами, с людьми, крестными, общаться язык, иметь отношения хорошие, это не так просто. Так что пока вот так. Отвечаю еще и работаю, и отвечаю на ваши вопросы. А забыла вам еще сказать, что у меня 57. Скоро, очень скоро уже 58. Около 60. Это кошмар. Как я выросла так. Не заметила. Просто года улетела. Как сказать? Незаметно, короче. Я не чувствовала мою жизнь. Я только чувствовала тяжесть на моей спине. Но сейчас я так рада, я горжусь, что Бог мне такую дорогу открыл, чтобы я с вами, и у меня дети все вокруг меня и хорошие. Я с этими горжусь. И больше ничего мне не надо. Я много не хочу. Здоровья и мир хочу везде. У всех. Все, дорогие мои. Мне кажется, каждому одну даже хватит. Сейчас воду наливаем немного. Крышку закрываем, намедленнее огонь. Минут 20, наверное. Ну, видно будет, рис как торчать будет, значит, понятно, что мясо уже готово. Рис готово. Осталось, смотрите, помидорчик. Вот так. Теперь корешками закроем. Вот это как корешечка. Все. Готовьтесь с любовью, дорогие мои. Смотрите, что жалко, мясо останется, фарш. Вот и все. Масло не забиваем. Красивое и густо. Стакан водички добавляем. Берем отсюда, где вот так. Вот так. 200 грамм. Много не надо. Закрываем коричневым. Огонь чуть-чуть добавляем. Все. И ждем. А еще спрашивают тебя, что больше ты ценишь в людях? Я лично ценю людей, чтобы они были не аферисты, чтобы они с тобой общались, как я с ними. Как это выражать? Честно, верность. Люблю верность. Вот я очень мало. Сейчас таки все по своей выгодой, я понимаю. Но я бы хотела, ко мне относились так, как я к ним отношусь. Уже готово. Смотрите, все вышли, дома уже готово. Ну, я чуть-чуть, даже воды много. Надо было 150 грамм водички наливать. А я 200 налила. Все, выключаем. Толма уже готов, дорогие мои.